Российские власти могут разрабатывать противоспутниковое ядерное оружие орбитального базирования, способное вызвать хаос и нарушение всех коммуникаций. Так считает Вашингтон. США и Япония подготовили проекты резолюции о запрете даже разработки такого оружия любой страной и принесли его на Совет Безопасности ООН. Мы только начали понимать возможные катастрофические последствия ядерного взрыва в космосе, который может уничтожить тысячи спутников и уничтожить жизненно важные средства связи, инструменты науки, метеорологии, сельского хозяйства, торговли и национальной безопасности, от которых мы все зависим. Принять резолюцию не удалось. Из 15 стран Совбеза 13 проголосовали за, Китай воздержался, а вот Россия просто заблокировала проект, назвав его шуткой и абсурдом. Сегодня наш Совет вновь вовлечен в подготовленный Соединенными Штатами нечистоплотный спектакль и сталкивается с циничным подлогом и обманом, на этот раз продвигаемым американскими и японскими авторами, выносимого на голосование проекта. О чем идет речь? Еще в прошлом году разведывательное управление Министерства обороны США заявило, что Россия разрабатывает целый ряд вооружений для поражения отдельных спутников, а также системы большой мощности, способные поражать множество космических аппаратов разом. Принцип действия такой. Ядерная бомба, взорванная на орбите Земли, испускает электромагнитный импульс, который вышибает электронику целой группировки спутников. Такое оружие неизбирательного действия технически разработать можно, и можно даже сделать это скрытно, считает эксперт. С высокой вероятностью это можно, конечно, спрятать, потому что спутников запускается довольно много. И запихнуть в спутник ядерный боеприпас, а потом его запустить, скажем, под видом чего-то еще, ну, наверное, можно. Я, честно говоря, даже вам точно сказать не могу. Здесь, скорее, просто проблема в том, что это никому не надо. Потому что страна с ядерным оружием, способная запускать его на орбиту, может не держать его на орбите постоянно, подчеркивает Николай Соков. Но почему тогда Россия использовала право ВЕТО? Коллеги, президент Путин сам публично заявил, что Россия не намерена размещать ядерное оружие в космосе. А сегодняшняя ВЕТО на проект резолюции вызывает вопрос. Почему, если вы соблюдаете правила, вы не поддерживаете резолюцию, которая их подтверждает? Может, вы что-то скрываете? Проект резолюции, предложенный Японией и США, опирается на договор о космосе 1967 года, который Россия и так обязуется соблюдать. Государства-участники договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с ядерным оружием или любыми другими видами оружия массового уничтожения, не устанавливать такое оружие на небесных телах и не размещать такое оружие в космическом пространстве каким-либо иным образом. Однако Вашингтон и Токио предложили дополнительно запретить даже разработку такой орбитальной бомбы любым государствам. Сейчас это не запрещено. Нам разведка донесла, что они собираются это сделать и готовятся запустить спутник, специально предназначенный для того, чтобы нести ядерное оружие. Мне, честно говоря, сложно себе представить, чем спутник, предназначенный для ядерного оружия, отличается от практически любого другого спутника. По мнению эксперта, этот вопрос требует серьезных переговоров, которые на сегодня невозможны в принципе. Несмотря на сегодняшний результат, предотвращение размещения любого ядерного оружия или другого оружия массового уничтожения в космическом пространстве должно оставаться нашим приоритетом. Василий Небензя, в свою очередь, предложил российский вариант резолюции о запрете вообще любых вооружений в космосе. Однако этот вариант не набрал достаточных голосов «за», как и ожидалось. Ярослав Стешик для программы «Вот так». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...